всем привет это третий выпуск проекта сингента help как всегда мы разбираем вопросы которые поступают в агроподдержку компании сингента кстати если вы хотите чтобы ваш вопрос стал темой одного из наших выпусков не забывайте ставить пометку help и тогда большой вероятностью именно его мы и обсудим в будущем переходите по qr-коду а также по ссылке в описании задавайте вопросы поцелайте свои фотографии ну а мы начинаем наш третий выпуск проекта сингента help будет посвящен биологическим продуктам и для этого у нас студии руководитель портфеля биологических продуктов и питания растений андрей соловьев андрей привет буквально пару слов о себе мария привет во первых спасибо большое что пригласили меня сюда мне очень приятно с вами находиться действительно очень животрепещущая тема поскольку в сингенте зародилось новое направление сингента biologics и я как раз тоже пришел с момента зарождения этого направления сингента biologics входят уже хорошо известные продукты рынку квантис и изобион плюс портфель компании валагра замечательно потому что тема биологических вообще продуктов аминокислот микроэлементов вытяжки из водорослей практически есть чуть ли не в каждой компании в россии да это правда тема очень интересная и более того скажу что у нас уже очень амбициозные планы по развитию андрей мы собрали вопросы которые к нам пришли в агроподдержку сингенты касающиеся непосредственно направление которое ты курируешь итак вопрос номер один он пришел из краснодарского края чем отличается и олдон и квантис для использования на зерновых культурах это два биостимулятора если ограничение по их смешиванию баковой смеси на давай мы с тобой сначала ответим первый час опроса и олдон и квантис 2 биостимулятора отличие между ними действительно елдон и квантис это 2 биостимулятора однако они принципиально разные по своему действию и назначению квантис это биостимулятор антистрессового характера антистрессовой направленности то есть он отвечает за абиотические стрессы за снижение риска при наступлении абиотических стрессов такие как заморские похолодания морозы жара жара град неблагоприятные условия внешней среды тогда как елдон это биостимулятор направленный на улучшение качества и количество урожая например если мы говорим о зерновых он увеличивает количество зерен в колосе вот такое у него интересное свойство но есть ограничения небольшие очень важно применять елдон также как и квантис в определенной фазы развития растений давай тогда более конкретно дадим нашим зрителям такие какие-то точки опоры квантис мы применяем когда у нас случился стресс перед стрессом или во время стресса идеально конечно подготовить растение к стрессу из за благовременно применить антистрессовый препарат в данном случае квантис но в случае например гербицидного стресса мы рекомендуем применять после стресса где-то на 3-4 день после применения гербицид тогда как елдон и очень рекомендуем настоятельно рекомендуем применять в фазу закладки генеративных органов растения это фаза кущения выхода в трубку и флак лист все понятно и там есть вторая часть вопроса по поводу ограничения смешиваемости есть какие-то вот тонкости которые нужно знать на самом деле это очень правильный вопрос вот что касается елдона у него нет никаких ограничений благодаря одному факту у него нет в составе аминокислотного компонента он не аминокислотный биопрепарат тогда как квантис содержит аминокислоты и это накладывает ряд ограничений мы не рекомендуем смешивать квантис гербицидом поскольку это усилит эффект гербицида и может наступить эффект фитотоксичности особенно если жесткий гербицид абсолютно верно мы не рекомендуем смешивать квантис с препаратами на основе рафинированных масел и также медь содержащие препараты это скажем так три таких столпа на которые стоит опираться при применении квантиса на зерновых ну и вообще на при антистрессовом действии вот к нам бакроподдержку приходит не только вопросы но и какие-то отзывы о применении наших продуктов потому что как только продукты квантис и мегафол появились портфель компании сразу пошли вопросы как применять естественно специалисты агроподдержки давали свои консультации вот фотографии которые прислали наши партнеры которые показывают как квантис реально вот две фотографии помог зерновой культуре уйти от стрессовой жары и засухи да действительно очень наглядные фотографии спасибо большое нашим партнерам из агроподдержки на первой фотографии вы видите до действия антистрессовое действие квантиса ну тут наверное фотография сама за себя говорит тут даже комментировать то только портить как говорится а на второй фотографии вы видите тоже замечательное действие препарата елдон ну опять таки размер колоса говорит сам за себя знаешь вот для меня только вопрос чтобы вот я понимаю и знаю ответ на этот на свой вопрос я ему задаю специально тебе для того чтобы ты как-то пояснил вот чтобы получить колос больше чем вот в контрольном варианте нужно применить елдон фазу закладки генеративных органов это кущение выход в трубку и флак лист окей все я думаю мы ответили на вопрос если какие-то остались вдруг сомнения или дополнительные вопросы пожалуйста звоните обращайтесь мы будем разбирать дальше да мы всегда открыто и ждем этих вопросов мы продолжаем у нас есть второй вопрос срок хранения готового рабочего раствора биостимуляторов как долго можно хранить этот раствор отличный вопрос баковая смесь с биостимулятором достаточно стабильно и может храниться до нескольких дней и на самом деле здесь лимитирующим фактором будет стабильность именно химического компонента в баковой смесь мы всегда рекомендуем перед применением удостовериться в том что баковая смесь стабильно простым мерным стаканчиком посмотреть нет ли осадка удостовериться в правильности формуляции этой смесь но тут я не открою америку ну да вполне традиционно смотрим проверяем наливаем прозрачный стакан и там будет видно осадок есть или его нет скорее всего нет все понятно андрей у нас есть вот такой вопрос каким способом вы получаете аминокислоты для квантис я так подозреваю это достаточно такой коварный вопрос идущий спор да на самом деле квантис это продукт природного происхождения в данном случае мы получаем аминокислоты путем ферментации сахарного тростника и дрожжей и также квантис обогащен питательными элементами но предвижу вопрос что действительно есть споры по поводу как должна какие каким способом должны извлекаться аминокислоты биологическим химическим наш ответ абсолютно неважно нам нужна качественная аминокислота поэтому важен не путь о качестве извлечения аминокислоты и и формуляции то есть химические аминокислоты растительного происхождения либо животного происхождения биостимулятор на основе аминокислот все плюс-минус работают одинаково самое важное это состав аминокислот и стабильность формуляции верно окей и заключительный вопрос который мы выбрали какие морские водоросли используются для производства елдон и где их добывает да действительно для производства продуктов елдон используются в том числе морские водоросли семейства фукоидных производство находится в норвегии на заводе компании валагра и эти водоросли обитают в прибрежных зонах но на самом деле помимо водорослей используются также экстракты из мятликовых и море таким образом общее содержание растительного компонента в препарате елдон достигает 65 процентов то есть елдон это растительный большей частью продукт скажи пожалуйста вот сейчас водоросли на их основе очень популярны и кремов и всяких дополнительных лосьончиков а лишний канистру тебя там нет маленькой найдем я спрашиваю в корыстных целях если принять ванну или там примочки сделать поможет цвет лица улучшить наверняка поможет но давайте ограничимся регламентами применения я конечно шучу спасибо андрей спасибо большое нашел время и пришел к нам студию тема биологических продуктов реально волнует очень многих из нас и это настоящее и это большое будущее не только для нашей компании но и для всей нашей большой страны мария спасибо большое что пригласили действительно абсолютно правы мир биологических продуктов очень интересен отчасти мало изучен тем еще более интересен он становится поэтому я предвижу что таких вопросов будет еще больше я думаю что мы встретимся с вами вновь когда будут еще более интересные вопросы зовите приглашайте будем разбираться это был третий выпуск проекта сингента help смотрите нас каждые две недели пишите в агроподдержку компании сингента если захотите чтобы ваш вопрос попал к нам студию не забывайте ставить пометку help отличного всем настроения еще увидимся а и что Продолжение следует...